Слова every, каждый и all, все. Как правильно их применять и в чем разница? По смыслу это одно и то же и переводить можно каждый дом на этой улице или все дома на этой улице. Every house in the street is the same. Каждый дом на этой улице или все дома на этой улице одинаковые. Every house in the street is the same. Разница только в том, что every он выделяет единицу, то есть каждый по отдельности без исключения и это единственное число, а all это объединяет общее количество все и выступает множественным числом. Запомните после every существительное всегда идет в единственном числе. Sarah has been to every country in Europe. Sarah побывала во всех странах Европы или в каждой стране. Sarah has been to every country in Europe. Every summer we have a holiday by the sea. Каждое лето мы проводим отпуск у моря. She looks different every time I see her. Она выглядит по-разному каждый раз, когда я вижу ее. She looks different every time I see her. В предложениях с every глагол, сказуемое, тоже будет в форме единственного числа. Every house in the street is the same. Каждый дом на улице это единственное число и поэтому глагол be будет в форме единственного числа is. Каждый дом на улице одинаковый. Каждая страна имеет национальный флаг. Здесь глагол have меняется на единственное число и становится has. Сравним every и all. Every student in the class passed the exam. Каждый студент в классе сдал экзамен. Все студенты в классе сдали экзамен. Здесь слово all и идет множественное число students с окончанием s. Определенный артикль здесь подчеркивает, что мы говорим не вообще о студентах, о школьниках в принципе, а о конкретных студентах в этом классе. Каждая страна имеет национальный флаг. Все страны имеют национальный флаг. Теперь такие примеры. Every day и all day. Каждый день и весь день. It rained every day last week. Дождь шел каждый день на прошлой неделе. Вот на картинке видите понедельник, вторник, среда и так далее. То есть как часто каждый день. It rained every day last week. It rained all day yesterday. Дождь шел весь день вчера. It rained all day yesterday. Здесь all day показывает нам длительность, how long. А также часто используется слово every с такими словами, как утро, ночь, лето и так далее. Every morning, every night, every summer. Ben watches TV for about two hours every evening. Ben смотрит телевизор около двух часов каждый вечер. Ben watches TV for about two hours every evening. On Monday, I watch TV all evening. В понедельник я смотрела телевизор весь вечер. On Monday, I watch TV all evening. Слово every может образовывать другие слова с помощью body или one. Everybody, everyone, каждый, говорят о людях. Everybody или everyone needs friends. Каждый нуждается в друзьях. Everybody needs friends. Обратите внимание, эти слова будут тоже в единственном числе, с глаголом в единственном числе. Вот здесь глагол need нуждаться, needs friends. То есть мы воспринимаем каждый человек как он или она. Или по смыслу все. Все люди нуждаются в друзьях. All people need friends. Тогда это будет множественное число и need нуждаться без окончания s. Также могут быть слова о вещах или о животных, о предметах. Everything. Thing – это вещь. Do you have everything you need? У тебя есть все, что тебе надо? Do you have everything you need? Ну и о местоположении, о местах образуется слово everywhere. About places, о местах. То есть везде, повсюду. I lost my watch. I've looked everywhere for it. Я потерял свои часы. Я их искал везде. С этими словами, everybody, everyone, everything, глагол идет в единственном числе. То есть мы подразумеваем он, она, ну или оно. Everybody has problems. У каждого есть проблемы. Теперь сделайте упражнение, правильно подставьте слова и потренируйте свое произношение. Joe has a shower every day. Joe принимает душ каждый день. Joe has a shower every day. Yesterday it rained all morning. Вчера шел дождь все утро. Вчера шел дождь все утро. Yesterday it rained all morning. I work every day from 9 o'clock to 5.30. I work every day from 9 o'clock to 5.30. You watch TV all the time. You shouldn't watch TV so much. You watch TV all the time. You shouldn't watch TV so much. You watch TV so much. Is everything okay? Are there any problems? Все в порядке? Есть какие-нибудь проблемы? Все города имеют одни и те же проблемы. Все города имеют одни и те же проблемы. Каждый нервничал или все нервничали перед экзаменом? Everybody feels nervous before exams. Everybody feels nervous before exams. Некоторые люди говорят о своей работе все время. Мы искали Дэвида повсюду, но мы не смогли найти его. Мы искали Дэвида everywhere, но мы не смогли найти его. Мы искали Дэвида proper machine. Мы искали Дэвида empezar видео. Урок подготовили и провели для вас Альберт и Татьяна Кахновские. Всегда рады вашим отзывам и комментариям. Спасибо за то, что вы с нами. В конце видео в упражнениях есть одна небольшая неточность. Сначала я хотел ее исправить, а потом мы решили оставить ее. Попробуйте найти эту ошибку, обсудим в комментариях.